С недавних пор в сети, в башкирском сегменте Телеграма появился ресурс, который публикует смешные, абсурдные новости, безусловно выдуманные и фейковые, в определенном смысле подражая известному ресурсу под названием «Панорама». Например, в последние дни там была шутка о том, что на месте снесенной гостиницы «Ледо» будет воздвигнут 32-этажный музей достижений Сергея Грекова и администрации города Уфы. Ну, шутки шутками, но на прошлой неделе случилась такая очень знаковая история. Этот шуточный фейковый ресурс запустил шутку о том, что Хабиров якобы признался в том, что после армии, будучи молодым парнем, подрабатывал водителем пазика. Причем там было указано, что он это сказал в интервью изданию «Пруфы», что само по себе в принципе невозможно, конечно. Ну и было бы это просто смешно, особенно на фоне недавних откровений Владимира Путина о том, как он бомбил в 90-е в такси, зарабатывая на жизнь. Но, как ни странно, башкирское сообщество, жители сети кинулись в серьезное обсуждение вот этой фейковой новости. Читатели на полном серьезе стали анализировать психологическую подоплеку вот этого как бы события. Нашлись те, кто сказал, что а вот смотрите, вот почему Хабиров ненавидит эти квадратные автобусы, ну и прочее, и прочее. Там всякие подсознания его стали анализировать, жесты и так далее. Я, честно говоря, был удивлен тому, насколько люди искренне восприняли вот эту абсолютно фейковую новость. Насколько она действительно легла в сознание читателей и потребителей информации. То есть мы уже теперь находимся в таком абсурде, что готовы поверить во все, что нам говорит интернет, телевизор, радио. Собственно, что и происходит. Какой-нибудь Соловьев, там вот этот вот вечерний чем-то звон появляется и несет абсолютную ересь и огромное количество людей верит в то, что он говорит. И вот, судя по всему, у нас здесь локально то безумие и отсутствие логики в действии властей, которые мы видим практически последние три года. Вот эту вот вакханалию, которую устроила здесь команда Хабирова, мы вот это все видим, и вот это вот окончательно отбило последние остатки чувства юмора у населения Башкирии, и мы сурово и хмуро воспринимаем любые новости, абсолютно не понимая, что некоторые из них просто шутка. Редактор субтитров А.Семкин